День. Название доклада перед вами, маленький дисклеймер, сочетание двух брендов Люксофт и АБС связано с тем, что компания Люксофт, которую я проработал достаточно долго, в настоящий момент ушла из России и российское подразделение Люксофта переведено в компанию АБС, откуда собственно говоря Люксофт и вырос. Меня зовут Александр Александров. Вот краткие сведения обо мне. Вот еще краткие сведения обо мне. Когда меня попросили выступить на конференции Analyst Days, поскольку я не аналитик, я подумал, про что рассказывать. И я подумал, что, наверное, будет неинтересно, но, может быть, спорно рассказать о том, а что происходит с требованиями после того, как они попадают в чужие руки. Вот как котенок, которого вот там вот растили, вот он такой вот хороший, вот он ласковый, симпатичный. Вот вы его отдали вроде бы в хорошие руки, а там его там, я не знаю, там голодом морят, там не расчесывают и так далее. Я не собираюсь высказывать какие-то абсолютно справедливые тезисы. Я хочу поговорить о проблемах, о проблемах, с которыми мне, как, так сказать, профессиональному работающему тестировщику приходится сталкиваться и услышать реакцию аудитории, услышать реакцию профессиональных аналитиков. Поскольку вот предыдущий докладчик Гимн Безуглый, он аналитик, и действительно, мы с ним много лет работали вместе, мы с ним очень активно спорили, что не помешало нам, так сказать, сохранить взаимную симпатию. Но проблемы есть, скажем так. Итак, о чем будет идти речь? Значит, мы пойдем сверху вниз, мы пойдем, как говорят на латинском языке, обова, мы начнем с того, какие должны быть требования. Но здесь я хотел бы обратить ваше внимание на слово мантры. Почему? Здесь все правильно написано. И, в частности, используется термин «однозначность» вместо термина «недвусмысленность». Это калька с английского, она «бигерсти». Но недвусмысленность, оно в русском языке имеет несколько негативную коннотацию, поэтому вот лучше его не использовать там. Вот. А вопрос в следующем. А вот есть у нас требования. И мы хотим, чтобы требования были вот такими. Потому что, если они будут не такие, то будет плохо. Будет плохо проекту, будет плохо компания, будет плохо заказчику. Всем будет плохо. А как это проверить? Как проверить, что требования полны? Как проверить, что требования однозначны? Как проверить, что требования там осуществимы? И так далее, и так далее. Извините. А здесь я хотел бы по этому слайду пройти снизу вверх. Мы тестировщики. Для нас требования – это, в общем, альфа и омега всего того, с чем мы работаем. И об этом сказано во втором булете. Потому что действительно тестировщики без аналитиков не могут ничего. Это вот там жуткая ситуация, когда говорят, а у нас в проекте нет требований. Или иногда говорят, а у нас в проекте нет требований, потому что они постоянно меняются. А еще говорят, а у нас в проекте нет требований, потому что мы работаем по agile. Вот такие абсолютно известные фразы. Значит, на самом деле требования есть всегда, потому что если нет требований, то откуда разработчики знают, чего мочить? Значит, требования есть, значит, надо уметь с ними работать. Так вот, тестировщики без аналитиков не могут ничего. Когда мы говорим «тестировщики» и «аналитики», конечно, мы имеем в виду не ресурсы, а роли. А с аналитиками могут все. И дальше возникает вопрос, что значит «могут все». Я хотел бы обратить внимание на третий буллет, потому что вот на этот вот, да, это раннее проектирование тест-кейсов, потому что это ключик. Вот мы берем требования, мы берем требования на второй день после начала проекта, когда требований в общепринятом понятии нет. Есть какие-то наброски, картинки, графики, какие-то записанные видео, общение с заказчиком и так далее, мы начинаем проектирование тест-кейсов. Это не фантастика, если вы возьмете, допустим, программу обучения ICQB, Foundation Level, вы увидите там такую вещь, как тестовые условия, то, что раньше Брайан Марик называл идеями тестов, когда еще невозможно написать тестовый сценарий, невозможно написать тест-кейс, но можно написать, о чем он будет и почему он будет нужен. Это достаточные условия для того, чтобы параллельно, одновременно с работой аналитиков, начинать работу тестировщиков, начинать работу по тест-дизайну. И как следствие необходима визуализация связи тест-кейсов и требований, чтобы понять, какие требования покрыты, какие требования не покрыты. Покрыты, значит, в них существуют тест-кейсы. Какие требования покрыты – хорошо, потому что они критичны, а какие покрыты – мало. Когда у вас пять требований и десять тест-кейсов, это можно держать в голове. Когда у вас пятьсот требований и несколько тысяч тест-кейсов, а есть резон говорить именно о больших проектах, потому что в маленьких проектах там вообще можно обойтись и без аналитиков, и без тестировщиков, иногда без разработчиков. Это не так интересно. И здесь, когда мы проверяем тестирование требований, мы сталкиваемся с различием менталитетов. Есть требование, оно неоднозначно. Оно имеет больше, чем один смысл. Разработчик, при всем моем глубоком уважении к разработчику, самому разработчику, прочитал это требование, как-то его понял, все. Он пошел мочить код, он пошел его реализовывать. Тестировщик начинает копать, потому что два основных качества, два необходимых качества тестировщика – это занудство и железобетонная нервная система. Как зануд он начинает копать, а имея железобетонную нервную систему, он выдерживает все нападки в момент копания. И потом он приходит и говорит, ребят, а вот это требование можно принимать вот так, а можно этак, а можно вот этак и прочие-прочие вещи. 22 года назад это привело к тому, что в Люксофте был достаточно большой проект с Боингом. Аналитики провели огромную работу, потом они проводили КТ, значит, нас всю команду обучали. Обучали мне на третьем сеансе обучения, сказали, что мы тебя будем звать, если ты только вопросов задавать не будешь. Вот. Это позиция тестировщика, понимаете? Вот понять, что происходит. И ситуация, связанная с различием менталитетов, она может привести к тому, что тестировщики становятся белой вороной. Вот всем все понятно, а тестировщикам непонятно. Ну, ребят, ну вот такие тестировщики, не надо бояться быть белой вороной. Это абсолютно нормальная ситуация. Требования и тестирования. Огромное количество дискуссий ведется на тему, можно ли тестировать без тестировщиков, можно ли тестировать без требований, можно ли тестировать без аналитиков, кто может тестировать и так далее, и так далее. И вчера вот я слушал один доклад на эту тему, достаточно интересный. Вот некоторые чек-лист, говорящие о том, что нужно проверять. Все ли требования реализованы? Да, это может проверить аналитик. Все ли требования реализованы правильно? Это тоже может проверить аналитик, но это зависит от степени грануляции требований. Нет ли лишнего, а для этого нужны навыки тестировщики. Адекватна ли диагностика? Ну, давайте вспомним, в скольких проектах на уровне аналитики прописываются диагностики. Или это отдается науку разработчикам. Связь с требованием тестирования. Требования надо определить, что и как работает, а тестирование надо понять, что не работает или работает не так. Это отдельная инженерная экспертиза, называемая тестированием, которое требует отдельных знаний, отдельных навыков, отдельного опыта и так далее. Поэтому, конечно, можно тестировщиков заменять кем угодно, но нужно понимать риски, которые при этом возникают. Отдельно или специально я хочу подчеркнуть такую важную вещь, как тестовые данные. Это большая проблема, это большая проблема в том числе и в среде тестировщиков, когда пишутся тест-кейсы, и там не указываются тестовые данные. Я за последнее время в Люксофте провел, наверное, где-то порядка тысячи технических интервью. На каждом интервью я спрашивал, как люди работают с тестовые данные, заносят ли они тестовые данные в тест-кейсы. Очень мало людей сказали, что они заносят. Иногда говорят, ну мы берем какие-то первые попавшиеся под руку или подходящие. Я говорю, по каким критериям вообще? Иногда называли классы эквивалентность, синхроничные значения, первой тестинг, домен-специфик, что-то еще. Это абсолютно такая вот стандартная практика для тестировщиков. Что делать, если требования недостоверны? Потому что они недостоверны, в общем-то, почти всегда. Они никогда не бывают идеальными. Вообще идеального в этом мире ничего не бывает. Значит, какие риски при этом возникают? Это может быть, допустим, ситуация, когда изменения сыпятся очень часто, и просто не хватает ресурсов, не хватает технологий. Непонятно, ну неправильно же, так сказать, каждый день 500-страничный документ. Это невозможно, действительно невозможно. Вот тогда получается, что мы не можем провести тестирование на основе требований, и у нас получается такая очень странная ситуация. А что, собственно говоря, сделано? И еще одна важная проблема, может быть, она специфична для бизнес-аналитиков. Не знаю, я не специалист в вашей профессии, но регулярно приходится сталкиваться вот с чем. У аналитика одним из основных инструментов является ревью с представителями заказчика. Это ревью – это всегда микс. Это микс того, что нужно бизнесу, и микс того, что нужно конкретному человеку. Замечательно, если мы получаем информацию о том, что нужно бизнесу. Но если мы получаем информацию о том, что нужно конкретному человеку, а потом этот человек заменяется, у нас значительная часть работы идет в корзину. Реальный пример. У нас был проект в Люксофте. Мы делали систему для миграционного центра в Сахарово. И был в правительстве Москвы некоторый, значит, мужик, который был крайне заинтересован в развитии этой системы. Там много-много-много-много чего он хотел. А потом его направили представителем президента в Пензу, и все эти хотелки схлопнулись. Ну, наверное, такие примеры у каждого есть. Как проверять, что требование тестируемое? Тест должен ссылаться на требования. То есть вот у нас есть тест, он, может быть, еще не готовый. Это может быть тестовые условия, это может быть какой-то прототип, это может быть идея, это может быть драфт там и так далее, и так далее. Но у нас есть тест, который ссылается на требования. Это, конечно, проверяется путем ревью, путем протестирования в самом начале и так далее, и так далее. И тогда мы получаем, что требования тестируемые, потому что мы знаем, знаем, это не просто декларация, это конкретный расклад, как мы можем проверять конкретные требования или конкретную совокупность требований, потому что, конечно же, в матрице покрытия связь многое ко многим. А кроме того, есть еще подразумеваемые требования, еще нефункциональные требования, про которые забывают и так далее. Вот слайд, на котором собраны, собственно говоря, все абсолютно, я бы сказал, бессмертные мировые идеи о том, что первое, на чем можно сэкономить в проекте, это тестирование. Поэтому желательно, чтобы в проекте не было тестировщиков. Ну, а уж если в проекте есть тестировщики, то давайте сделаем штуку, которую вот на двух прошлых конференциях SQL Days мы с моим коллегой Мишей Павловым назвали «Большая красная кнопка». Значит, идеи любого такого, ну, достаточно, руководителя достаточно высокого ранга. Выгнать всех тестировщиков, взять в проект одного автоматизатора, он напишет все автоматизированные скрипты, потом его тоже выгнать, но останется большая красная кнопка, каждый вечер на эту красную кнопку будет нажимать руководитель проекта, и утром следующего дня вы будете получать логи прогона этих скриптов, где будут указаны все ошибки. Вот это вот, это то самое счастье, о котором мечтают практически все люди, желающие сэкономить на тестирование. Ну, следующий вариант – это заменить тест автоматизатора роботом, но это уже совсем забиральная идея. Понятно, что тестирование, не основанное на каком-то тест-дизайне, автоматизированное тестирование – это абсолютная трата времени и денег, потому что, если, скажем, вам нужно этот скрипт как-то модифицировать, среди с тем, что модифицировались требования, непонятно, что и как в нем модифицировать. А для того, чтобы это понять, надо потратить, опять же, много времени, опять же, много денег, которых, конечно, в проекте нет. Требования и изменения. Почему-то считается, что требования незыблемы. Вот в предыдущих там тысячи проектов требования менялись, но в тысячи первом проекте они должны быть стабильны. Коллеги, требования меняются, потому что меняется бизнес. И когда проект начинается, к этому надо быть готовым. И к этому должны быть готовы все экспертизы. И прежде всего, конечно же, мы рассчитываем на то, что к этому готовы экспертизы аналитиков, потому что тогда мы получаем, во-первых, полную информацию об изменениях. Вот примеры, которые там регулярно возникают, когда заказчик общается напрямую с разработчиком, он сообщает разработчику, что надо сделать, разработчик это делает, а про это в проекте никто не знает. Ну, это нонсенс, и на процессном уровне достаточно легко от этого нонсенса избавиться. Надо просто наладить, грубо говоря, фиксацию любых общений с заказчиком, любой экспертизы, и все. Ага, да-да, я вижу, спасибо. Вот. Изменения должны поддерживаться. Изменения должны быть удобны для проекта. Ну, и, конечно, изменения должны отражаться в матрице связи, тескейсовые требования. Пример изменений. Пример, насколько изменения могут менять смысл. Вот я когда-то делал доклад на тему оценки риски. Рука об руку. Уберем пробел. Один символ. Оценки риски. Ну, что, имеет смысл, допустим, есть кондитерская фабрика, делает несколько сортов рисок, да, интересуется потребительским мнением. Или есть, допустим, кондитерский магазин, который не знает, а вот что ему закупать, чтобы получить больше оборотов, да? Изменим еще одну букву. Но есть молодая девушка Иришка, у нее есть поклонники, она их оценивает. Или наоборот, молодая девушка Иришка, допустим, учится в ВУЗе, у нее в ВУЗе есть поклонники. Эти поклонники собираются и оценивают ее. У кого какие шансы? Ну, тогда уж логично, большую букву написать. Ну, и рука об руку здесь абсолютно неуместна. Обратите внимание, минимальные изменения. Минимальные. Смысл меняется радикально. Сопоставьте последствия реальных изменений в требованиях с тем, что нужно понять, что нужно переосмыслить, что нужно продевьюить для того, чтобы быть в контексте изменений. Большинство проектов сегодня, в отличие, допустим, от событий 20-30-летней давности, да, позвольте мне, не навязчиво сослаться на собственный возраст, это проекты сопровождения. Сегодня не бывает ситуации, когда приходит заказчик и говорит, слушай, мы вот эту штуку делаем вручную, а нам бы надо автоматизировать. Заказчик приходит и говорит, да, у нас есть система, но вот бизнес наш ее перерос, она нас не устраивает, нам надо ее, значит, там, рефакторить или надо ее заменить или сделать на другом движке, но при этом со всеми окружающими системами она должна общаться, так сказать, так абсолютно бесшовно, чтобы никто не заметил и так далее, и так далее. И особенность проекта сопровождения состоит в том, что изменения-то вроде бы маленькие, ну что там, одно поле добавить. Для аналитиков проще паренарейку. Для тестировщиков, ну, тоже не так сложно. Для разработчиков, извините. Для тестировщиков это может быть большая головная боль. Потому что аналитики смотрят на контекст изменений, все остальное известно. Разработчики смотрят на контекст изменений, все остальное известно. Тестировщики смотрят на все, потому что когда изменения вносили, могли поломать. А дальше возникает вопрос, а что тестировать, когда внесено одно изменение? Добавлено поле, допустим, на два экрана. Ну и начинаем раскручивать. Ага, на два экрана добавлено поле. Значит, у нас поменялась МИДВ, поменялась бизнес-логика. Ага, значит, у нас еще поменялась база данных, а еще у нас поменялись ФИДы. Но в базе данных мы на хранимую процедуру навесили проверку этого поля, а эта хранимая процедура проверяет еще 22 поля на 14 экранах, значит, их тоже надо перетестировать. Объяснить это коллегам еще можно. Объяснить это заказчику, почему аналитик потратил 30 минут на модификацию требований, разработчик потратил день, а тестировщик тратит две недели на перетестирование, крайне сложно. Ну, иногда мы это умеем делать. И, наконец, риски. Риски тестирования, связанные с требованием. Во-первых, это качество требований. Да, коллеги, нам нужны качественные требования, потому что некачественные требования порождают фольклор, порождают устное народное творчество. Где-то что-то сказал, кто-то где-то что-то понял и так далее, и так далее. Во-вторых, если требования некачественные, то, извините, разработчик сделал по-своему. Заводим дефект, разработчик говорит, вы что, ребят, а где написано, что оно должно работать так? А это нигде не написано, потому что требования высокоуровневые. Ну, все вытекающие от этого последствия. Начало активности по тестированию. Это, в общем, такой несколько рудиментарный риск, но он, тем не менее, существует. Тестирование должно начинаться в первый день проекта. В первый. Это не фигура речи. Тестирование должно начинаться одновременно с аналитикой. Если это не сделать, то, может быть, два очень неприятных явления. Во-первых, к моменту, когда все готово, тестировщики могут быть не готовы, потому что их поздно подключили к проекту. И, во-вторых, в требованиях, которые проверены, которые подписаны заказчиком, на титуле стоит большая подпись и жирная печать находятся ошибки. Ну, нельзя прийти к заказчику и сказать, дорогой заказчик, ты лох педальный, потому что ты утвердил требования, которые неправильные. Давай-ка переутверди. Ну, так не поступают. Чтобы это не сделать, извините, приглашайте тестировщика в раннее ревью, внимательное ревью и так далее, и так далее. Все, о чем я здесь рассказывал. Вот. Ревью требований. Ревью требований не только внутри экспертизы, аналитики, но и ревью требований тестировщиками, а точнее тест-дизайнерами. Абсолютно обязательный шаг в наших общих интересах, в интересах проекта. Ну, и матрица покрытий, про которую знает, вот я уже говорил про тысячу интервью, где-то 10-12 человек сказали, что они про эту матрицу знают, 1-2 сказали, что они ее используют. Это общая беда. Коллеги, я рассказал все, что хотел. Это слайд, показывающий нелегкую работу тестировщиков. Вот ваши вопросы. Спасибо большое за интересный доклад. Спасибо. У нас довольно интересная ситуация. Я в компании работаю аналитиком. Чуть-чуть громче, пожалуйста. Я работаю аналитиком, а жена работает руководителем куэр-отдела. И в связи с этим мы довольно часто беседуем. И сейчас есть довольно интересный подход у нас, по крайней мере, он реализуется, когда тестировщики, это уже, скажем так, не тестировщики, а все-таки инженеры по качеству, то есть quality assurance. И когда тестировщики принимают участие в разработке требований, потому что постановщик требований и аналитик, они, как вы правильно сказали, могут не учитывать, скажем так, какие-то моменты и, в принципе, не знать, как это отразится на каких-то частях системы. Ну и вот в этом контексте получается вопрос, как вы относитесь к методологии новой, или она не новая, я не знаю, тест-driven development. Тест-driven development? Ну, во-первых, это, значит, спасибо за вопрос, я сейчас постараюсь ответить, к сожалению, кратко, но у нас есть кулуар, и если есть желающие, я доступен. Значит, во-первых, тест-driven development – это методология достаточно старая. Вот, она в основном ориентирована на действия разработчиков, когда они сначала пишут тесты, это компонентные тесты, потом они создают модуль, в тот момент, когда модуль проходит все эти компонентные тесты, пишутся новые тесты и так далее. Вот, это первый тезис. А второй тезис – инженеры по качеству, все-таки это немножко другое, но вот у меня есть огромное количество тренингов на эту тему, хотя там Дима как-то не очень хорошо отзывался о тренингах, но тем не менее. Вот, где я показываю разницу между инженерами по качеству и тестированием? На самом деле, QA – это quality assistance, как определяет, допустим, Кэм Каннер и Майкл Болтон, это не quality assurance. Да, спасибо огромное за доклад. Хотел спросить, меня зовут Андрей. Вот, я хотел, во-первых, убедиться, то, что я вас правильно услышал, есть требования от заказчика, и мы говорим, что они тоже должны быть детальны, эти требования заказчика. Задачей работает аналитик, он пишет техническое задание, и задачей работает разработчик-тестировщик, соответственно. Вы сказали то, что тестировщик должен подключаться к проекту, да, сразу вместе с аналитиком. Но ведь когда аналитик подключается к проекту, и когда разработчик уже потом приступит, проект может измениться. То есть аналитик при проработке может что-то поменять вместе с заказчиком. Абсолютно верно. И так далее. У меня вопрос. Смотрите, когда подключается тестировщик, он работает с первоначальными требованиями, он ознакомливается с проектом. Нужно ли по ходу работы аналитика над задачей менять первоначальные требования, то есть работать с этим документом? Или мы их принимаем только как первоначально, и их не трогаем впоследствии? Спасибо. Я вроде бы про это сказал, я еще раз повторю. Изменчивость требований – это свойство, наследуемое от изменчивости бизнеса. Если вы делаете проект в течение месяца, да, требования могут не поменяться. Проект длительностью, допустим, полгода и выше, они будут меняться, вот гадалки не ходить. И это аффектит не только аналитиков, и не только тестировщиков, это аффектит и разработчиков тоже. И два варианта – либо ждать, когда требования устаканятся, и потом, так сказать, вот включаться в работу, вариант абсолютно дохлый, либо закладываться при проектировании, при оценке трудозатрат и так далее на основании собственного опыта, на основании корпоративного опыта, понимать, какая часть усилий, какая часть трудозатрат должна идти на изменение требований, на поддержку изменения требований всеми экспертизами, и, конечно, совершенствовать технологические приемы, которые позволяют эти требования поддерживать, понимаете. те же самые системы версионного контроля, те же самые бейслайны, сегодняшние там CICD и прочие-прочие-прочие вещи, огромное количество инструментов, но ими надо правильно пользоваться. Понимаете, когда вы берете какую-то систему хранения, у вас версии лежат вот так вот рядышком с непонятными шильдиками, а не друг на друге. Александр, вопрос из онлайна. Да. Вопрос от Евгении. Если в проекте не предусмотрен тестировщик, и его роль будет выполнять аналитик, то как понять, что собственные требования прекрасны с точки зрения теста? Все, что я говорил, я говорил про роли. Если, как это у Бабеля, еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским. Значит, если аналитик выполняет роль тестировщика, то он выполняет роль тестировщика. Для этого нужно две вещи. Это наличие свободного времени, то есть в рамках 40-часовой ночи недели у него должно быть время это делать, и второе – это необходимые скиллы, необходимая инженерная подготовка. А тестирование – это отдельная инженерная профессия. Ну да, этому можно научиться. Но это абсолютно нормальная ситуация. Менеджеры проекта не рождались в менеджерах проекта. Они когда-то были разработчиками, а кто-то был тестировщиком, а кто-то был аналитиком. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Спасибо большое за доклад. Спасибо. Вот у меня такой вопрос. У нас очень часто возникает в командах недопонимание, когда, например, разработчик планирует рефакторинг, они считают, что требований здесь никаких не может быть. То есть, ну, они отрефакторили пару строчек кода. Зачем это описывать, как-то фиксировать? Это оптимизация работы существующего кода. Как в таком случае действует тестировщик? Как он понимает, что именно поменялось? Как вот ему энд-то энд все это протестировать? Спасибо. Лет, не помню, сколько назад, это было на 20-й конференции с Коидейс, у меня там был доклад о оценке трудозатратного тестирования в проектах сопровождения. Его можно найти в интернете, я про это расскажу. Значит, смотрите, когда делается рефакторинг, нужно, во-первых, убедиться, что рефакторинг не связан с изменением требований, потому что, ну, вот, очень трудно провести границу между таким чистым рефакторингом, который ничего не меняет, и рефакторингом, который там что-то улучшает, например, там и так далее, или ухудшает, как получится. Это первое. А второе, здесь необходимо, вот мы все время говорили о контексте связи тестирования и аналитики, здесь необходима связь тестировщиков и разработчиков, потому что, когда делается рефакторинг, после рефакторинга должно быть тестирование, чтобы убедиться, что рефакторинг сделан правильно. Понятно, что тестировать то, что не менялось, это пустая трата времени. Понятно, что тестировать то, что менялось, необходимо. Есть такая маленькая, но очень интересная задача – понять, что изменилось. Без разработчиков это сделать нельзя. С разработчиком это сделать можно. Это требует определенных процессов. Это требует определенной, ну, я бы сказал, проектной зрелости, потому что будет ровно та же самая проблема, вот, о которой я говорил, и которую вы фактически повторили. Поменяли пару строчек кода. Ну, что там, потратили? Ну, день. А потом приходят эти идиоты-тестировщики, говорят, нам надо все перетестировать. А почему все перетестировать? Потому что они пришли к разработчикам и сказали, «Ребят, а вы что поменяли-то?» Сначала разработчики смотрят в потолок, потом они чешут затылок, а потом они говорят сакральное слово из трех букв. «Ребят, а вы что поменяли-то?» Они говорят «Все!» Ну, партия сказала «Надо комсомол», ответил «Есть». Идем к менеджеру в прайс, и говорим, вот, нам разработчики сказали, «Надо тестировать все». У нас там три с половиной тысячи тест-кейсов, еще, значит, семь миллионов скриптов, значит, нам нужна ферма, чтобы все это прогнать, чтобы быстро, или нам нужно время, чтобы все это програть, не прогнать, если медленно, если мы экономим на инвайронте, да? Ну, вот иди, деньги проси у заказчика. Ну, а заказчик, естественно, отрывает голову без наркоза. Потому что он не понимает. И это действительно непонятно, почему это так. Если бы разработчики сказали не все, а потратили бы час для того, чтобы сказать, вот, изменились вот эти, вот эти, вот эти, вот эти модули, и есть аналогичная матрица покрытия, связь модулей и, допустим, тест-кейсов, то есть в каких тест-кейсах проверяется код, включенный в эти модули. Построить и поддерживать такую матрицу, поверьте, это абсолютно не бигдил. А времени это экономит огромное количество. А ведь если выйти к заказчику с каким-то не тем предложением, он же может послать далеко и надолго, мы работаем в очень конкурентной среде, и всегда на наше место придет какая-нибудь молодая компания и скажет, мы это сделаем за три дня и за два рубля. И когда приходит четвертый день, и заказчик приходит с двумя рублями, то компания говорит, ну что же вы хотите за два рубля? Ну, ребят, ну добавьте еще денег, добавьте еще времени. Абсолютно реальный кейс. Абсолютно, понимаете? Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Латвей. Сначала небольшое дополнение к критериям качественного требования, что объективно проверить их не можем, но пока их не опровергли, можно считать, что требования качественные. Подходить так. И, соответственно, вопрос. Может ли быть аналитик полезен тестировщику для проверки тест-кейсов, и какие критерии качества есть у тест-кейсов? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я убираю знак вопроса в вашем вопросе. Да, аналитик может быть полезен тестировщику. Обязательным шагом, я не стал про это сегодня говорить, да, обязательным шагом является ревью тест-кейсов. Для этого, конечно, аналитик должен иметь какие-то представления о тестировании, представления, прежде всего, о тест-дизайне, но мы готовы делиться нашей экспертизой. И вот я учу, я учу не только тестировщиков. Здравствуйте, спасибо большое за доклад. Такой вопрос. Вот вы говорили про то, что, ну, известная проблема, разработчики любят делать что-то там от себя, да, и там уходить в творчество. Да. Такой вопрос. При ситуации, когда, допустим, не берем, да, качество разработчиков, разработчик сильный, но огромный завал, ну, классическая ситуация, очень мало труда ресурсов. Какой минимальный набор тестирования от разработчика, то есть там юнитест или что-то такое, то есть вот должен сделать разработчик, чтобы у тестировщиков не случилась ситуация, когда разработчик что-то сделал, допустим, запутался, сделал совсем не то, говорит тестированию, я сделал, тестирую, тестирование приходит, говорит, ты сделал, ну, как бы, получается, что все не то, все переделывать, а из-за ситуации сроков получается, что просто растет огромный техдолг. То есть тестирование поступает не готово на самом деле к функциональности. Я понимаю, я понимаю. Спасибо. Ну, я не открою здесь Америку. Этим тезисом тоже несколько десятков лет. Наиболее систематично они изложены в программе обучения ISTQB или ее русскоязычной версии на сайте rstqb.org. Вот это компонентное тестирование, то есть тестирование, где объектом тестирования является модуль. Это тестирование интеграции компонентов, то есть тестирование, где объектом тестирования является совокупность модулей. И тестирование идет не против требований, а тестирование идет против спецификаций. Потому что модуль, он может быть взят совершенно откуда-то, из 20 разных проекций, и он вычисляет какую-нибудь формулу сложного процента, а используется там в 40 банковских системах. Вот. Если этого не делать, то мы получаем вместо сдвига тестирования влево, сдвиг вправо. И все ошибки, которые могли быть найдены раньше, они возникают позже. Но видимость оказывается, что это тестировщики плохие, они медленно работают и так далее, и так далее. Но если внимательно проводить тот же самый русскоязычный анализ, анализ первопричин и так далее, все становится на свои места. Просто в значительной степени наша индустрия, она ходит по золоту и ленится нагнуться. Потому что есть огромное количество известных техник, которые позволяют работать хорошо, но эти техники не востребованы. Это не специфика российских разработчиков, это специфика мировых разработчиков. Еще один вопрос из онлайн. Подскажите, пожалуйста, границу между идеальными критериями приемки и тест-кейсами. И есть ли у вас... То есть можете ли вы порекомендовать алгоритмы работы, аналитика и тестировщика по их подготовке? Простите, я вначале... Тест-кейсами, а с чем сравниваются тест-кейсы? Идеальные критерии приемки. Какая-нибудь граница между ними есть? Вы понимаете, критерии приемки, они же пишутся вместе с заказчиком. Вот если говорить о приемо-здачных испытаниях, как там customer acceptance testing, user acceptance testing и так далее, они пишутся вместе с заказчиком. Мне здесь трудно говорить про идеальные какие-то критерии. Работать вместе с аналитиком. Но вообще экспертизы должны работать вместе. Не должно быть барьера. Вот заборчик, вот там аналитика, вот ты к нам не ходи. Хотя есть компании, которые говорят ровно так. Понимаете? И компании весьма известны. Я думаю, что часть людей там работает. Я не буду это называть. Понимаете? Мы делаем проект. Есть проектная команда. Это главное. Кто в какой экспертизе, это значит кто что знает и что умеет. Но знания и умения сами по себе ничего не значат. Надо уметь их прикладывать, надо уметь их реализовывать для того, чтобы получить какой-то выигр. Вот. Поэтому я не уверен, что я ответил на вопрос как надо, но идеальные критерии приемки, пожалуйста, все дефекты найдены и исправлены. Только никто никогда их не достигнет, потому что это невозможно. Это первый из семи принципов тестирования. Толку не бывает, да? Но кто может сказать, что его, так сказать, вторая половинка, муж и жена идеальны? Наверное, никто. Но замечательно. Спасибо. Да, вот вопрос. А вот уже есть очередь. Александр, здравствуйте. У меня вопрос такой более, может быть, политический, но хотелось бы получить ваш совет в этом случае. На практике случаются ситуации, не скажу, что часто встречаюсь с ними, но по опыту общения с коллегами бывает, наверное, многие сейчас согласятся. Когда требования описаны, разработчики реализуют, но в силу ограниченности по времени либо собственного понимания реализуют немного не так, как было описано в требовании. И потом приходят в бизнес-аналитику, говорят, давай так, вот я вот так реализовал, у нас сроки уже горят, либо требования так подотрем, чтобы можно было шире так давать, либо вот как бы немножко поправим, потому что мы уже как бы в финале. И бизнес-аналитик останавливается между молотом и наковальней в связи сроков. Каковы ваши советы, либо, может быть, техники подхода к таким ситуациям? Как можно из этого выходить, чтобы не оставаться ситуации горячей? Я понял, я отвечаю. Понимаете? Вот когда мы, это действительно не совсем вопрос ко мне, но, тем не менее, да, ко мне как тестировщику, когда мы начинаем делать проект, мы перед этим делаем оценку трудозатрат. Мы перед этим говорим, ребят, мы сделаем этот проект за три месяца пятью людьми, это будет стоить заказчику, сток, 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 сток. Вот если оценка трудозатрат делается экспертным методом, что означает просто, вот так сказать, данные взятые из потолка, или если нам выкручивают руки и говорят, а вот этот проект надо сделать за три месяца, потому что у заказчика больше, чем на три месяца денег нет, вот тогда эта ситуация возникает. Понимаете? Вот у меня есть замечательный курс, который я сделал еще в 2008 году, я его даже когда-то докладывал на конференции с Коидейс, называется «Риски тестирования». И там все это есть, понимаете? Мы уже заложили в тот момент, когда мы согласились на этот проект, когда мы знаем, что нам не хватит времени, мы уже заложились на эту ситуацию. И потом она возникла. Ну чего? Ну если человек вышел на железнодорожные пути, лег поперек рельсов и ждет, видит, что приходит поезд, ну понятно, что будет. Значит, логика очень простая. Не допускать такой ситуации. Если она возникла случайно, у заказчика резко изменились требования, ну есть контрактные обязательства, есть определенные допущения, при которых наша оценка справедлива, а если допущения нарушаются, то контракт подбережит пересмотру. Все, ребят. Или мы хотим работать бесплатно по 12 часов в сутки, 7 дней в неделю, в течение нескольких лет, наверное, нет. Мы же работаем штабом, деньги зарабатываются. Александр, спасибо большое. Вопросы, к сожалению, сейчас задавать вы уже не сможете. Можете подойти в любой момент, пообщаться просто. Да, я готов к общению. Еще секунду, пожалуйста. Два флайера. Один вам на футболку, а второй за лучший вопрос. Молодой человек, который первый задавал вопрос, у него... А можно по конкретной? Самый первый. Спасибо. Спасибо.